Тем временем Нюрнгринский театр актера и куклы собрал огромное количество зрителей в Москве. Спектакль по мотивам Алан Хо вызвал бурю эмоций своей оригинальностью и самобытностью. Атмосфера на площадях и проспектах Москвы в эти фестивальные масленичные дни была по-настоящему праздничной. Весну встречали музыкой, танцами, народными мотивами. Площадь революции превратилась в большую игровую площадку с качелями, каруселями, но где главным угощением праздника, конечно же, были блины, символизирующие яркое солнце. Нюрнгринский театр актера и куклы собрал огромное количество зрителей. Спектакль по мотивам Алан Хо вызвал бурю положительных эмоций своей оригинальностью и самобытностью. Вы знаете, мы приехали из Белоруссии, вот вообще прекрасно просто все организовано, и вообще прекрасно все украшено, и настроение, и позитив, и весна уже в душе. Поэтому спасибо за прекрасный праздник, который я организовала. Хотелось бы больше и больше таких праздников для людей хотя бы, чтобы настроение поднимать. А то работа и работа. Отрадно, что зрители этого радостного зимнего праздника надолго запомнят национальную культуру народа Саха. А только тогда убежит от меня, если погаснет вдруг видящая зеница моя. Нас пригласили, золотая маска позвонила нам, говорят, проводим такое-то мероприятие. Согласились с радостью, потому что мы знаем золотую маску, двора забывали, номинировались. Хорошо принимает зритель, дети вообще с удовольствием принимают, радуются, даже пугаются, когда наше чудовище появляется. В этот вечер самый центр Москвы, площадь революции, собрала в зажигательной осохой всех от мала до велика. Во время дней Республики Саха-Якутия в Москве были подписаны соглашения в разных сферах деятельности, в том числе и в области культуры. Сегодня они уже приносят свои результаты. Четыре театральных коллектива из Якутии приняли участие в фестивале «Московская масленица». Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.